На Netflix уже с 18 февраля можно будет посмотреть мультфильм «Бешеные кролики. Вторжение на Марс». Основан он на играх Raving Rabbids от Ubisoft. Сюжет выстроен вокруг четырёх кроликов, отправившихся на Марс. Главная задача героев — спасти Землю от инопланетной угрозы. Это, кстати, не первая экранизация франшизы. Ранее уже выходил мультсериал, который назывался просто вторжение — у него есть аж четыре сезона. Всем привет, это GSTV. Сегодня четверг, 3 февраля 2022 года, и вы смотрите главные новости кино последних дней. И всё-таки успех «Игры в кальмара» — не случайность, а Вера Нетфликс в южнокорейские сериалы имеет большие перспективы. 28 января в сервисе состоялась премьера зомби-драмы «Мы все мертвы», и она моментально взлетела до первой строчки в рейтинге самых просматриваемых новинок. Зрители из 80 стран миллионами засели смотреть, как группа старшеклассников оказалась в ловушке в кампусе, когда начался зомби-апокалипсис, и монстры принялись наказывать людей за их грехи. В 25 странах сериал стал самым популярным. России это не касается. У нас «Мы все мертвы» уступает триллеру «Женщина в доме напротив девушки в окне». Отзывы у проекта достаточно высокие. Например, на Rotten Tomatoes у него 77% свежести. Хоть и понравится новый сериал далеко не всем, и критиковать его очень легко. Кто-то обратит внимание на умилительный подростковый мелодраматизм, каждому герою кто-то нравится, но всё равно он боится признаться в чувствах даже перед лицом смерти. Другие подметят, что сериал затянут. Тут много лишних сцен, которые явно созданы просто для того, чтобы растянуть происходящее на 12 эпизодов. Эти сцены вообще никуда не ведут. А ещё более дотошные зрители обнаружат, что демонстрируемый мир очень неглубок и скучен, в нём толком ничего не продумано, а то, что авторы пытались продумать, даже близко не доведено до логического завершения. Правительство занимается какой-то ерундой, виновник апокалипсиса подаётся до ужаса плоско, а ученики ведут себя хуже, чем зомби, но при этом рыдают и пытаются демонстрировать какую-то сентиментальность. В целом, общая идея «Умы все мертвы» в том, что человек — животное, выживание превыше всего, а на лаврах победителя всегда почет сильнейший. Но форма подачи реализована чрезвычайно небрежно. В любом случае, у Netflix новый хит, а значит, работы у корейцев точно прибавятся. Как и рассказал исполнительный продюсер Фрэнк Маршалл, выходящий в середине лета фильм мир юрского периода «Власть» не станет концом франшизы. Технически это будет лишь завершение трилогии Колина Тревороу и Хуана Антонио Байоны. Маршалл пока не может делать конкретные анонсы, но готов подтвердить — вселенная, в которой люди живут бок о бок с динозаврами, будет развиваться. Как он говорит, франчайз сегодня имеет помимо фильмов анимационный сериал «Лагерь милового периода», выходящий на Netflix и получивший уже четыре сезона. А что будет дальше, команда ещё обсуждает. Возможно, фанатов ждут и другие сериалы. Последняя часть новой трилогии отправится в кинотеатры 9 июня. Колин Тревороу ещё летом 2021 года рассказал, что в финале особое внимание будет уделено теме конфликта между людьми и динозаврами. По его словам, этот конфликт не так прост, как кажется на первый взгляд. Судя по всему, в потенциальных сиквелах нам как раз покажут нечто большее, чем очередные битвы людей и динозавров. Количество сериалов по видеоиграм продолжает стремительно увеличиваться. Киностудии Abandoned Entertainment и Radar Pictures выпустят экранизацию American McGee's Alice. Шоурандером и сценаристом выступит Дэвид Хейтер — он до этого занимался Людьми Икс и Хранителями. А ещё он, между прочим, подарил голос Солиду Снэйку в Metal Gear Solid. Сам American McGee также вовлечён в процесс, однако какую должность он занимает — неизвестно. По информации журналистов, пока ни один телеканал или онлайн-кинотеатр не приобрёл права на шоу. Суть American McGee's Alice, напомним, заключается в куда более мрачном подходе к сказке Льюиса Кэрролла. Сериал начнётся с того, как Алиса возвращается из Зазеркалья — она обнаруживает, что её дом сгорел, а родители погибли в пожаре. После нескольких попыток самоубийства её запирают в психиатрической лечебнице, где к ней является белый кролик и приглашает вернуться в Страну чудес. Надо заметить, что параллельно Radar Pictures, известная по хроникам Ридика и Колесо времени, делает и сериал по вселенной страны Оз, тоже в версии Американа Магги. А сам геймдизайнер создаёт сейчас игру Alice Asylum. А вот режиссёр и сценарист Роусон Маршал Тёрбер, известный по фильму Netflix «Красное уведомление», займётся экранизацией Dungeons & Dragons. Он заключил договор со студией E-One, которая известна по картине «Любовь и монстры». В декабре 2019-го студию приобрела компания Hasbro, ныне владеющая и Wizards of the Coast создателями D&D. Тёрбер напишет и снимет пилот, а также выступит исполнительным продюсером проекта. Других деталей по сериалу, включая актёрский состав и других участников команды, пока нет. И уж тем более нет подробностей по сюжету. Вероятно, сериал по Dungeons & Dragons будут показывать на Netflix, учитывая связь режиссёра со стримингом благодаря упомянутому «Красному уведомлению». Впрочем, проектом интересуются и другие покупатели. Надо ещё заметить, что в стадии постпродакшена находится полнометражный фильм по ДНД с Крисом Пайном. Его релиз намечен на 2023 год. Съёмки второго сезона «Локи» стартуют летом 2022 года. Основной съёмочной базой шоу станет Pinewood Studios, расположенная неподалёку от Лондона. Кастингом, скорее всего, будет заниматься та же команда, что работала над первым сезоном. В то же время творческая команда сериала частично сменится. Сценарием по-прежнему занимается Майкл Уолдрон, но режиссёром второго сезона «Локи» — а в проектах Marvel, кто вдруг не знает, режиссёры играют очень важную роль — будет не Кейт Хэрон. Сериалы Marvel обычно снимаются около года. Можно предположить, что продолжение «Локи» выйдет не раньше середины 2023 года, то есть после большей части уже запланированных фильмов. Netflix представил новый фильм во франшизе «Техасская резня бензопилой». Лента подаётся как продолжение истории, впервые рассказанной ещё в 1974 году. Кожаное лицо спустя годы после прошлых событий мирно живёт в полузаброшенном городке, но ровно до тех пор, пока его не беспокоят гости из большого города. Тут маньяк и решает взяться за старое. Помогать беднягам будет Салли Хардости, много лет назад сумевшая пережить встречу с кожаным лицом. Премьера состоится уже 18 февраля. Журнал Total Film опубликовал несколько новых кадров из «Бэтмена» Мэтта Ривза. Ко второму году супергеройской деятельности Бэтмен, как видно, научился находить общий язык с комиссаром Гордоном. Герой другого кадра – одна из жертв Загадочника. Судя по цветам на заднем плане, это тот же человек, что протаранил на внедорожнике похоронную процессию. Таким образом, Загадочник доставил послание Бэтмену. Примечательно, что на похоронах присутствовал и Брюс Уэйн. Видимо, Бэтмен не сразу смог явиться на место преступления. Пришлось найти, где переодеться. Сборы «Человека-паука. Нет пути домой» за пределами США превысили 1 миллиард долларов. Этого результата удалось достичь причём без Китая. Самым крупным рынком стала Великобритания. Следом идут Мексика, Южная Корея и Франция. На американском же рынке сборы «Нет пути домой» превышают в 735 миллионов долларов. Это лучший результат с начала пандемии и четвёртый результат без учёта инфляции. Впереди только «Аватар», «Мстители. Финал» и «Звёздные войны. Пробуждение силы». Paramount Pictures, между тем, выпустила первый полноценный трейлер сериала Halo. В нём появятся оба ключевых персонажа игровой серии – Мастер Чиф в исполнении Пабло Шрайбера и Картана, мелькающая ближе к концу ролика. Как мы уже говорили, авторы не будут воссоздавать сюжет игр, для сериала придумана собственная хронология. В трейлере видно, что сюжет дебютного сезона разворачивается ещё до самой первой Halo. Официально объявлено, что к актёрскому составу «Форсажа 10» присоединился Джейсон Момоа. Предполагается, что с ним работать решили после того, как Дуэйн Джонсон, игравший агента Люка Хоббса, наотрез отказался возвращаться из-за конфликта с «Винным дизелем». По словам источников The Hollywood Reporter, когда стало ясно, что Джонсон не вернётся, авторы франшизы начали поиски одновременно известного и мускулистого актёра. Момоа удовлетворяет обоим критериям. Ожидается, что съёмки стартуют весной 2022 года, а премьера состоится в мае 2023-го. Команда сериала «Ведьмак» приступила к предпроизводству третьего сезона. В сети уже появились кадры с локациями и декорациями, а запуски предварительных работ сообщили у себя на страницах в Instagram шоураннер Лорен Шмидт Хисрич и продюсер Стив Гаупб, которые и поделились фотографиями. Гаупб в комментарии к одному посту уточнил, что сейчас ведётся поиск локаций. Судя по снимкам, съёмочная группа расположилась в очень атмосферных местах. В том числе на кадрах можно увидеть двери и окно какого-то замка, а ещё нечто вроде сарая. Ещё показали строительство декораций на территории студии Long Cross, а также есть зловещий снимок с туннелем. В комментарии к посту с туннелем Гаупб намекнул, что в третьем сезоне произойдут какие-то ужасающие события. Если верить Лорен Хисрич, фанатам от третьего сезона стоит ждать самого масштабного размаха. В интервью TechRadar она заявила, что в новых сериях на континенте произойдёт некое важное событие. Как догадались фанаты, речь о танецском бунте. Третий сезон снимут по мотивам четвёртой книги фэнтези-цикла Анжи Сапковского «Час презрения», где как раз и произошёл митеж чародеев, который привёл к войне. В сезона увеличен бюджет. Как подметил фанат, для адаптации «Танецского бунта» потребуется много средств, поскольку должны быть крупные сцены с магией. Продюсер дала понять, что денег вложили достаточно, и зрелище будет грандиозным. Напомним, что второй сезон появился только пару месяцев назад. Будем рады вашим лайкам и комментариям. Подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А на этом пока всё. Смотрите хорошее кино и до новых встреч на GSTV. Субтитры сделал DimaTorzok